Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова и это новости за последние 72 часа. В этом выпуске вы узнаете, что бывает с теми, кто неудачно шутит о трагедии в Казани, печальные подробности жизни Дины Саевой и другие скандальные новости от блогеров. Погнали! В Сальяти один подросток решил пошутить и выложил в соцсетях сообщение под именем «Бог вам судья», что завтра в 27-й школе он сделает то же самое, имея в виду, естественно, Ильна, за который напал на школу в Казани. Но пользователи шутку не оценили и вызвали полицию, а тролля быстро вычислили. Им оказался какой-то 17-летний подросток и на допросе он утверждал, что это была просто шутка. Но, как говорится, пранк не зашел и теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Лично я считаю, что 5 лет это, конечно, наверное, перебор, но наказать его однозначно надо, потому что я бы еще поняла, если подростку было бы 13 лет. В 13 лет ты как бы еще имеешь какое-то право не иметь мозгов, но в 17 лет это уже не прокатывает и за свои слова нужно отвечать. Поэтому, если его действительно посадят, я нисколько не расстроюсь. А вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что думаете об этой ситуации. Одного из самых скандальных и позоров в русском инстаграме Даву уличили в хайпе на трагедии в Казани. Этот гений выложил пост с соболезнованиями о трагедии и закупил на него таргетированную рекламу. Просто, когда ты думал, что уже на дне, но со дна постучали. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Естественно, от этого у Давы выросла аудитория, прибавилось подписок, но хейта он получил во много раз больше. Кто бы мог подумать, да? Но, оказывается, были и те, кто его поддерживает. Потому что Дава один из немногих блогеров, кто лично приехал в Казань и выразил соболезнования семьям погибших. А рекламу типа подключил для того, чтобы подать другим людям пример, как нужно действовать в подобных ситуациях. С теми, кто его защищает, я, конечно, не согласна. И мне только жаль, что в наше время подобные вещи очень быстро забываются. Уже завтра все забудут об этом, давайте скажем честно, мерзком поступке, а подписчики у Давы останутся. Сидилась еще одна новость о недавней трагедии, в которой всплывает информация, что казанскому стрелку, возможно, все-таки действительно промыли мозги. Дело в том, что за день до стрельбы в школе покончил с собой однокурсник Ильназа Галявиева. Но что самое примечательное, он говорил своей маме те же слова, что говорил Ильназ. То есть называл себя то богом, то дьяволом и вообще вел себя очень агрессивно. Мама его предполагает, что всему виной компьютерные игры, в которые рубились юноши. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Но это, конечно, такая себе версия, и гораздо больше верится даже в то, что мальчики, например, состояли в какой-то секте. Возможно, они попали во что-то похожее, типа синего кита. Это такая игра была несколько лет назад, где подростков просто доводили до самоубийства. Сначала давали им какие-то простые и идиотские задания, а последним заданием всегда являлось покончить с собой. В общем, пока понятно только одно, что в том, что действительно там произошло, нам предстоит разбираться еще очень и очень долго. Что бы в мире ни происходило, Моргенштерн все равно вызывает ажиотаж. И без новостей о нем никуда. Я уже начинаю думать, что люди, когда не знают, кого винить, винят Алишера. И это, конечно, огромная его заслуга. Как я говорила в предыдущем выпуске, Алишера решили не пускать в Украину. И сейчас объяснили почему. Видите ли, рэпер пропагандирует наркотики и насилие. По этой же причине его пытаются обвинить в трагедии в Казани. И по этой же причине недавно у Ефа пришлось за него извиняться. Сейчас расскажу подробнее, что произошло. Дело в том, что у Ефа внесли в список треков на чемпионат Европы по футболу треки Моргенштерна. Ну а треки, как вы все прекрасно знаете, у него, естественно, с нецензурной лексикой. Ну и, соответственно, такой творческий порыв у Ефа никто не одобрил. И теперь им приходится извиняться. В этой ситуации я не могу сказать, что не согласна с теми, кто против Алишера. Потому что, согласитесь, его треки перед чемпионатом мира по футболу на огромном стадионе – это немножечко перебор. В дополнение к новости о Моргенштерне стало известно, почему отменили его концерт 16 мая. Я также говорила об этом в предыдущем выпуске. И там была какая-то странная формулировка, типа «отменили, потому что неправильно подали заявку» или какая-то подобная фигня. Теперь же все прояснилось, и оказалось, что концерт не отменили, а перенесли. И не из-за каких-то там запретов, а просто из-за того, что на этом концерте почему-то сделали сидячие места. А согласитесь, сидеть на концерте Алишера вряд ли кто-то будет, потому что обычно там все слэмятся, танцуют и вообще сходят с ума. Так что с таким переносом я согласна, потому что если бы люди начали танцевать на сидячих местах, то многие бы попадали, получили травмы, сломали кресла, ну и так далее. Дина Саева рассказала о семейных трагедиях. Она выпустила мини-автобиографический фильм, в котором рассказывает о трагедиях и ужасах, которые выпали на ее долю. В 2019 году, оказывается, у ее мамы случился выкидыш, а через неделю умер отец Дины. Внутри все сжалось. Мадина, папа умер. Дальше вышло так, что Саева не смогла присутствовать на его похоронах, потому что была занята в очень важном мероприятии, которое никак не получалось ни отменить, ни перенести. Съемки проекта или похороны отца. Незадолго до этого мне предложили проект, который принесет им деньги и поможет обеспечить семью. А теперь еще и деньги на похоронный пап. Ситуация, конечно, очень неприятная и, я бы даже сказала, страшная. После этого Дине пришлось уйти с головой в творчество и сесть на антидепрессанты. Сама она признается, что продолжает разрушать себя и по сей день, однако с антидепрессантов слезла, потому что они окончательно добивали ее. Думаю, этот сложный период научил ее ценить жизнь и любящих людей рядом. Кстати, возможно, именно поэтому Дина хочет усыновить ребенка. И не откуда-нибудь, а из Африки. Для этого она даже поедет туда с благотворительной миссией. Я хотела забрать ребенка из Африки и усыновить его. Многие говорят ей, что типа, зачем усыновлять ребенка из Африки, если в России полно сирот. Но эти комментарии, на мой взгляд, абсолютно бестактные, особенно учитывая то, что люди, которые это пишут, никого в своей жизни наверняка не усыновляли. И если Дина хочет осчастливить какого-то ребенка, абсолютно не важно, откуда он из Африки или из России. Я могу сказать только, что если она действительно это сделает, то будет достойна безграничного уважения к ней. От таких немножко печальных новостей перейдем к еще более печальным и абсурдным. Гей-негр будет феей крестной. Речь идет о мультфильме «Золушка». Да-да, чернокожий мужчина-гомосексуалист сыграет крестную фею в новой адаптации «Золушки». Создатели этого шедевра убеждены, что публика к такому готова. Сам актер заявляет, что ничего странного в этом нет и магия не имеет ни пола, ни ориентации. Я надеюсь, что на камере не видно, как у меня начинает течь кровавая слезинка из глаза, поэтому, с вашего позволения, я не буду продолжать обсуждать эту новость. А вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, насколько этот рэшняк от 1 до 100. Эдвард Билл откупился, ну или скорее искупил свою вину. В прошлом выпуске я рассказывала, как пострадавшая от его лихачества Мария Артемова заново учится ходить, но при этом не имеет к Эдварду никаких претензий. Оказалось, что он выплатил ей солидную компенсацию, однако сумма не уточняется. Эта Мария также попросила отозвать уголовное дело в связи с примирением сторон. Я знаю, что обычно такие новости воспринимаются в ключе типа фу, откупился, а потом опять сядет за руль и опять кого-нибудь убьет. Но мне кажется, к этой ситуации никто, кроме участников аварии, отношения все-таки не имеет. Но если две стороны договорились, ни он, ни она не имеют претензий, то пусть все разрешится именно так. Нам в это лечь не стоит. Все мы и девушки, и парни любим, когда нам дарят подарки. Но как бы вы отнеслись к тому, если бы ваша девушка на ваш день рождения подарила бы вам положительный тест на беременность? Именно так сделала Чана из Иксо Тим. К такому бы ДСМ меня жизнь вообще не готовила. И судя по фото, где ее парень целует и обнимает ее, он счастлив. Однако я до конца не верю в эту информацию, даже несмотря на то, что Чана сама выложила видео, где все это происходит, в свой Инстаграм. Возможно, это очередной хайп на беременности, который я абсолютно точно не поддерживаю, потому что это конкретный перебор. Так это или нет, мы узнаем совсем скоро. Дальше у нас еще одна, можно сказать, веселая новость. Сода Лав любит смотреть порно с танцами. Своими специфическими вкусами Сода Лав поделился в интервью. На вопрос о любимом жанре порно ответил, что обожает именно порно с танцами. Но отметил, что ничего гейского в этом нет. Телки с письками трахают телок. Но именно не мужики, которые гормонами накачались, типа вот эти вот уродцы с собаками, а нормальные телки, красивые, просто у них есть и они трахают других телок. Я раньше только в аниме такое видел, но когда я узнал, что это есть в реальной жизни, я поцел. Напротив, он обожает расслабляться под ролики, где женственный транссексуал занимается сексом с другой девушкой. Рэпер отметил, что это круто, а то, что у одной из девушек, мягко скажем, подвох, Валюсенький парысичек. Так это все равно гораздо лучше, чем смотреть на перекачанного гормонами мужчину. Каждый, конечно, делает сами знаете, что как хочет, но утверждение, что в этом нет ничего гейского, я бы, пожалуй, оспорила. Музыкант группы Нервы Евгений Мельковский. Нервы это вот это кофе мой друг, музыка мой драк. Хорошая музыка, только что-то кровь идет. Пожалуйста, не просите меня петь, я просто это сделаю, чтобы вы поняли, что такое группа Нервы. Короче, музыкантами группы Евгений Мельковский подрался в баре. Пьяные музыканты дерутся в барах, никогда такого не было, и вот опять. Короче, в сети появилось видео, где Евгений спорит с охранниками, а затем завязывается драка. Его менеджер же говорит, что он ничего об этом не знает, и с музыкантом все в порядке. Однако фраза «ничего не знаю с Евгением все в порядке» может означать просто то, что Евгений в драке победил. Тем временем Белла Порч захватывает YouTube. Американская тиктокерша сняла клип на свой трек, в котором поучаствовали Дина Саева и Рахим. За сутки клип набрал аж 19 миллионов просмотров, а сейчас на нем где-то около 25 миллионов. Давайте признаем, что для дебюта на YouTube это офигеть, какие большие цифры, и поздравим Беллу. Единственное, что мне интересно в этой ситуации, Белла снимает так много коллабов с русскими, и с Лизой Анохиной, и с Диной Саевой, и с Рахимом, а какое-то время назад она выкладывала лексин под песню Дины Саевой, где идеально попадала в русские слова, что у меня невольно закрадывается сомнение, что Белла может быть немножечко русская. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, не кажется ли вам так же. Ну а на этом у меня на сегодня все. Пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал, потому что он новый, и мне очень хочется набрать здесь побольше подписчиков. А мы с вами увидимся ровно через 72 часа. Пока!